Ведь далеко не все люди, которые сейчас находятся россияне за рубежом, являются той самой соевой оппозицией. Я понимаю, конечно. У России, безусловно, есть враги. И мне странно слышать в этой студии логику этих врагов. Когда Георг Мирзоян называет какую-то часть моих сограждан соевой оппозицией, я хочу спросить, какого черта Георг Мирзоян позволяет себе критиковать часть моего народа? Потому что это устоявшиеся. Что значит, устоявшиеся? Это люди, которые пришли выразить, и они могут быть не согласны. Это не отменяет существование соевой оппозиции. Какая вы оппозиция? Не соевая, а какая гороховая оппозиция? Фу на вас, нельзя так говорить про моих сограждан. Эти люди пришли... Надо фитровать бассаж, реально. И не позволять себя в студии федерального канала оскорблять моих соотечественников. Короче, угомонись ты, свинья. Как так просто ругать людей? Ну что такое вообще? Я считаю, что это враги России, которые работают. На раскол общего, которые говорят, что у нас есть какая-то соевая оппозиция. Что здесь соевая оппозиция? Слушайте, Алексей Сергеевич, ну так говорят. Нет. Это устоявшийся термин. У нас есть единый российский народ. И люди, которые пришли к оппозиции, и вам неприятно это слышать, я приношу вам свои извинения. Но отрицать, что этот термин не имеет права в существовании, не надо. Подпишитесь на наш канал Будра Ньюс и будьте в курсе всех событий.